Один маленький секрет, о котором вам никогда не расскажут в поликлинике. Вот этот человек, это мы с вами. Мы состоим из 12 систем. Системы состоят из органов. Органы состоят из тканей, и ткани состоят из клеток. Мы задумываемся о болезнях, когда уже идет все на уровне органа, и идем к врачу. Если сердце болит, кардиологу, если желудок болит, гастроэнтерологу и так далее. Но изначально вся проблема зародилась в клетке. И все знают, что у нас каждый день миллионы клеток рождаются, и миллионы клеток умирают. И каждые 5-7 лет мы с вами абсолютно новый человек. У нас нет ни одной старой клетки. Но почему-то мы не становимся здоровее. А все почему? Клетке нужны условия для того, чтобы она родила здоровую клетку. Давайте представим это все на примере аквариума. Вот мы с вами это аквариум, а наши клетки это рыбки. И что нужно первое для наших клеток? Нужна вода. Люди сейчас пьют все, что угодно. Чай, кофе, кола, морсы и так далее. Все кроме воды. Но мы состоим на 50-70% из воды. И от качества этой воды зависит наше здоровье. Почему же именно качество? Существует шкала кислотности, где 7 это нейтраль. Все, что выше 7, это щелочь. Все, что ниже 7, это кислота. У нас внутри PH 7,5-7,4. Когда наш PH спускается до 7, это смерть. То есть вот эта вот зона между жизнью и смертью, она очень маленькая. Но что мы делаем? Мы пьем колу, это PH 2. Мы пьем соки, PH 3. Даже детские соки имеют PH 3. Мы пьем даже обычную воду, бутилированную. У нее PH 5,5. Это все зона смерти. Но почему мы не умираем? Мы это все пьем, но не умираем. У нас в организме есть такие минералы, как карий, кальций, магний, натрий. Это щелочные минералы. И каждый раз, когда мы вот это пьем, организм берет эти минералы с зубов, с костей, с волос, с ногтей и возвращает нас в зону жизни, чтобы мы не попали в реанимацию. Поэтому к 40-50 годам у нас уже ломкие зубы, падают волосы, суставы дают о себе знать. Когда вы пьете хорошую воду с этими минералами, щелочную, ваш организм возвращает вас в зону жизни, не используя ваши ресурсы. Насчет воды мы поговорили. Второе, что нужно клетке, это очищение. Аквариум нужно чистить. Раньше достаточно было держать о разу или пост, и мы, в принципе, организм мог себя почистить и обновиться. Сейчас уровень токсинов настолько высокий, что уже просто голодание не справляется, и появляются такие болезни, как псориаз, экзема, дерматиты и так далее. Потому что почки и кишечник не выводят токсины, и подключается самый большой выделительный орган – это кожа. Поэтому очищение обязательно. Также сюда входит и противопарезитарная программа. Третье, что нужно клетке – это питание. Ученые пришли к выводу, вот вы, наверное, слышали, что есть суточная норма кальция, суточная норма мантния, суточная норма разных витаминов. И есть такой код клетки. Что ест наша клетка? Это 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 7 групп ферментов и 3 ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты. Вот это все, когда мы получаем с едой, тогда наша клетка будет сытой, и она сможет родить здоровое потомство. Это то же самое, как беременная женщина, которая вынашивает ребенка. Если мы ее не будем кормить, она не сможет родить здорового ребенка. Но вот это сейчас с едой получить очень сложно, поэтому мы добавляем воды. И четвертое, что нам нужно – это защита. Защита от электромагнитных болуин, от закисления. Так вот, когда мы все вот эти 4 фактора даем нашей клетке, клетка может родить здоровую клетку. Здоровая клетка сформировать здоровые ткани, ткани сформировать здоровые органы, органы все 12 систем. И за 5-7 лет вы абсолютно новый, здоровый человек. Продолжение следует...